Мы всех приветствуем, дорогие гости и подписчики нашего канала. С вами, как всегда, Сергей. И Макс. И сегодня рубрика хорошая, о приложении. Поехали. Первым у нас будет кто? F-N-GRO 910. На D2, сейчас он идет со скрикой, 28%. Общая сумма на данный момент 2,890. Зеленые джедещественные рукоятки, перфорированные лайнеры, глубокая клипса для посадки. Единственное, не переставная. Хороший активный флиппер, подшипник в осевом винте. И высокий спуск с отверстием. Нож открывается, собственно, как флиппером. Ну, если изгаляться, можно и одной рукой за отверстие. Но это уже будет сложно. Выглядит она достаточно интересно. Клиночки силовые. Вот это, конечно, спайдить здесь такой. Спайдить флип не сработает, да. Ну что ж, за свои деньги очень классный вариант для подарка как наступает время новогодних праздников, всякого такого. А ты же Черная Пятница. Давайте будем дарить подарки нужным. Дарить подарки хочется. Не всегда хочется тратить на них много денег. Это как раз тот случай, когда можно взять вполне хороший современный нож за очень разумные деньги. Нож по концепции подойдет, мне кажется, практически любому. Как человеку неискушенному в этой теме, так и любит чернажей. Выглядит довольно интересно. Собраны недоросны. Собственно, вопросов к эфингруу по качеству у меня никаких нет. Это номер один. Мое предложение на данный момент выглядит следующим образом. Это модель Лиман. Сказали, зашел. Да. Модель Лиман от мастерской Сандерн. Модель 48, карельская березка, темлетек такой симпатичный. Замятый, темлячная трубка, но по поводу сталь К-110. Изумительно сделанный Больстер с проставочками, просто песней. Очень фактурная карельская березка. Глубоко прокрытное масло. Выглядит очень приятно. Традиционно качественные глубокие ножны на полусвободном подвесе. Итак, друзья, скидка 31% на великолепный нож. Опять же, ребята, количество ограничено, поэтому налетайте, торопитесь, это во всех смыслах. Шедевр на застроение отечественного как минимум. Ночь темна и полна ужасов, друзья. Ночь темна и полна ужасов. Собственно, разговор о том, что время зимнее, время холодное, иногда надо освещать себе дорогу в темноте. И что касается хороших предложений, вот такой вот S03 Cooper C от компании Matiminco с довольно солидной скидкой. Чем интересен фонарик? Ну, помимо, собственно, своей яркости и удобства, здесь в комплекте переходничок. Его можно с аккумулятора 18650 переставить на вот такой вот 123-й элемент, то есть делать его почти в два раза короче. И есть вот такая вот забавка, есть возможность включить сюда что-то вроде скол крэшера либо стеклобой. И при необходимости сурово разбивать какие-то преграды стеклянные или около того своими могучими руками. Я к тому, что фонарик всегда хороший подарок, всегда тешит и вашего внутреннего ребенка, и, на самом деле, полезен всем. Вот, собственно, полный фарш, здесь вам и темлячок, здесь вам и клипсочка, с помощью которой его можно примостить на кармане. Дополнительные плотнительные кольца, ну, и всякая такая история. Очень позитивная. Нет, он не магнитный. Магнитика здесь нет. В этой версии нам не положили магнит. И ценник, надо сказать, на этот момент довольно скромный. Стоил он 5,290, сейчас стоит 2,990, ну, то есть скидка 40 с лишним процентом. Очень хороший вариант, по нашим именам зарядка, у него осуществляется через вот такой вот микро-USB-разъем. Если не ошибаюсь, Type-C. Type-C здесь, или микро-USB? Нет, микро-USB. Микро-USB-разъемчик, то есть, на самом деле, зарядка, которая, мне кажется, у каждого в доме воткнул, и справляешься. Вполне. Пум. И еще одно хорошее предложение от нашей компании. Вот такой вот Multitool Traveler модель 2014B. Вот. Вот сейчас со скидкой всего 990 рублей. Дамы и господа, всякие там тайные санты, все вот эти вот развлечения, все остальное, нужен недорогой хороший подарок, который подойдет любому мужчине. Мне кажется, этот вариант как раз вот те самые деньги. Подарите, не пожалеете. В то же время, если думаете, нужен ли Multitool в целом, отличный вариант попробовать, на данный момент это по нынешней мере очень бюджетно. Моделька рабочая, да, ну, звезд с неба не хватает, но клинков несколько. Есть линеечка, небольшой напильник, сериаторные лезвия, два варианта отверток, универсальная открывашка для консервы бутылок. Также у него в комплекте идут специальный переходник и набор бит небольшой. Ну и частенько бывает, что все-таки плоскогубцу мне это не допонадобится, при этом благодаря алюминиевым накладкам вес у него очень небольшой. Ребята, 990 рублей. Время подарков, всякого рода развлекло. Мотайте на уст. Следующая категория – это бусины. Мы крайне редко рассказываем про бусины, говорим про бусины, а кажется зря. Вот сейчас на эту категорию товаров тоже изрядные скидки. Вот, например, бусина «Дикарь-2». Мне, например, очень нравится с скидками 29%, стоит она сейчас 699 рублей. Прекрасный образец, очень детализированный, хорошие отливки. В общем-то, такой дикий и симпатичный товарищ, который будет прекрасно смотреться на каких-нибудь таких больших диких ножах. У меня бусина с щелком, собственно, и из «Ласт оф Аз». Бусинка чуть крупнее, ну, наверное, такая же по размерам, как и «Дикарь» крупная. Сами себя не похожи. Она тяжелее, детализация у нее прекрасная, то есть из игры скопировали образ. Очень здорово, на мой взгляд. Да, бусина крупновата. Насколько я знаю, у нас и коллекционеров хватает, кто просто собирает фигурки бронзовое литье. Очень подробная вещь на темляк, ну, или на брелок для ключей штука знатная. Ну, и третий вариант тоже бусинки, которую хотели добавить, это бусина-маска. Где? Старый добрый персонаж Джима Керри, фильм старый. Бусина сделали очень красиво. Дядька в шляпе, бусины нераздельные. Сделано все за одно литье. Прокрашены зубы, маска зеленая. Единственное, жаль, в темноте не светится, хотя похоже на... Было бы очень круто на самом деле. Было бы очень круто. Тоже крупная. Отличный, красивый вариант любителей фильма и в целом. И такая, по-моему, великолепная находка для всех любителей готовить или делать подарки тем, кто любит готовить. Такой вот хоу-хоу-наборчик. Скидка 31%. Сейчас стоит 1990 рублей. Да, я не ошибаюсь. В комплекте три ножа с подставочкой. То есть здесь у нас такой сантуалкот, да, рукоятка пластиковая простая. Какая-то нержавеющая сталь. Что здесь заеем? Три цихром-тринадцать. Три хром-впал. Три хром-впалне рабочая железка. Вот такой вот топоричек для шинковки и прочих таких дел. Довольно, кстати, удобная рукоятка, надо сказать. Несмотря на неказист сиглопластик. И вот такой вот маленький овощничок. Вот всякие там салатные и овощные нужды. Вполне качественная деревянная подставочка. Довольно увесистая, надо сказать. Два рубля, слушайте, море удовольствия. Ну, за три ножа пришлось говорить, что хоу-хоу, да, тутауну чуть-чуть, дай бог, уступает. Если уступает вообще. Тормичку они пустят ноги. Кстати, надо сказать, здесь еще сделано по уму. Со сливым дренажем. То есть вода не будет застаиваться. И не рассохнется ни сама подставка, ни будут портиться ножи. Да и плесь внутри не будет. Да, очень продуманная штука. И в тот же пул, на самом деле, очень похожая по смыслу штука. Сережа, давай посмотрим. Отлично смотреть. Видимо, секрет. Вот такой вот походный набор. Для полевой кухни. Сколько стоит такая красота? 4,850 за весь набор. Ножи приблизительно того же класса, как этот набор. Так, что мы тут с вами имеем-то? Минуточку на розальник. В полном смысле слова. То есть вполне можно открыть бутылку вина или чего-то такого. Вот что у нас тут еще есть из интересного? Кухонные ножницы. Интересно, это открывашка? Да, это открывашка. И, по-моему, это смога неразмыкаемая, помимо всего. А, да, все верно, да. Всякие там мелкие куриные косточки, всякая такая история, рыба. Щипчики. Можно на сковородочке что-то поворачивать, на гриле. Силиконовые. На гриле. Вполне комфортно пользоваться. Опять же... Опа! Что мы тут имеем? Ножи парочку. Вот такую вот небольшую сантоку. Такой мини-шеф. Вот такой вот суровенький ножик для нарезки. Да, покажите. Пожалуйста. Ну, собственно, да. Класс один и тот же. Концептуально очень близкий, надо сказать. Только зелененький потоньше чуть-чуть. Да, потоньше сведен заметно. Вот такая вот необычная вообще чистка. Экономка в этом плане очень забавная. Перекидывающиеся разные форматы ножей. Как для щельки, собственно, так и для мелкой нарезки подойдет. Очень симпатичная. Ну, надо сказать, приятная в руке. И две досочки. Оп! Весьма удобно, слушайте, взять с собой на дачу, взять с собой какой-то выезд, если вы на автомобиле, и вам не нужды тащить это на своем горбу. Чемоденчики из приятного на ощупь пластика с надежными застежками. Ты знаешь, в целом поставить в багажник куда-то аккуратненько вполне зайдет и возить с собой. Да, можно и так. Вот такой вариант тоже для себя или для ваших близких. Дома хранить на кухне, наверное, не пойдет, но в том числе пользоваться можно будет. Парни, вы видели? Что случилось? Приехал новый бренд. Так, а что? А, это Игорь выложил. А, ребят, у нас новое поступление, новые бренды. Скорее, в «Ножевые новости» Ножикова. Там самая актуальная информация из мира ножей. Подписывайтесь. И не забывайте подписываться на канал и ставить лайки. Подождите. Вот, смотри, пойдем, 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 пойдем. Ты хотел его? Да. Ваулин номер два. Нет, я поеду в Англию атаковать людей с фарма. Нет, не были. Ну ладно. Мне кажется, ошибся на полторы тысячи лет. Жаль, опоздал. Ну что же. Топор от мастерской Ваулина. Модель номер два называется. Встали ХВГ. Сейчас со скидкой идет 7,5 тысяч рублей. Моделька довольно-таки большая. Ну, благодаря двум ухватам. То есть ручка необычной довольно-таки формы. И подстандартный небольшой топорик. Ну, и если нам что-то все-таки небольшое расколоть надо, можно перехватиться пониже. Темлячном отверстии здесь не предусмотрено. Но при этом из руки вылететь не долго. Зачем на универсальном топоре темляк? Ну, при такой-то длине я бы все-таки сделал его. Ну, скажем так, если брать универсальный топор, он плюс-минус привычный тому, что мы привыкли пользоваться себя во дворах, на дачах и прочее. То есть вот этого длины топорища достаточно для все. Но если надо что-то вдруг там действительно пам разрубить, можно взять двуручным хватом. Хотя, конечно, вот эти выступы на любителях. Ну, слушайте, ребята, за 7500 нормальный кованый топор, без нарк приличной стали, а то вполне себе авторитетного производителя, мне кажется, очень неплохим вариантом. Мужчины, радуйте себя хорошими вещами! Радуйте! Никто вас не порадует. Оп! Следующий персонаж. Модель Хантер от мастерской Никитина. На ставлении 690, с Айронвуд на рукоятке. Ну, слушайте, вопросов к Никитину по качеству у меня, например, нет. Достаточно тонкий обушок, тончайшее сведение, прямые спуски, аккуратно собранный бойстер такой, зафактуренный. Нож достаточно длинный для любых нож. Хотите порыбить, хотите подить, хотите там, по продуктам, рукоятка... Рукоятка деревянная из натуральной древесины, ну, ронять только, наверное, не стоит. Но в целом модель очень интересная. Ну, да, то есть есть прямой обушок, если там кто-то все-таки соберется огнивкой пошоркать и палочку ошкурить, зачистить колышек, ей вполне подойдет. Стоимость чего? На момент съемок 20 150 рублей, то есть скидка на него 26%. Ну, слушайте, ищите новую, так сказать, жемчужину в вашей коллекции для всех любителей фиксированных ножей, ножей для охоты или рыбалки. Мне кажется, стоит присмотреться и порадовать себя такой вот прекрасной железкой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Беги, беги, ГГ, Лова, ГГ. Пока не отобрали, беги. Ну что ж, концепт nice. Что скажете, Сережа? В одном из обзоров у нас он уже был, только его более дорогая версия. Титан С-35ВН, фрезерованная клипса, непереставная, фреймлок, небольшой резачок, шипфрут на клинке, высокий спуск, есть прямой участок, то есть зажимать в станок его тоже довольно комфортно будет. Если что, обслуживание вполне. Клиночек около 9 сантиметров. 59. Да. Ну, темлячное ответствие уже говорили, необычное у этих моделей овальное. Как и DC-шник, ну, мне эти формы очень близки и нравятся в целом. 16-790, все удовольствие, резоношность премиальных материалов с очень продуманной механикой, с очень продуманными всякими инженерными штуками, все хорошо оттенено, все те самые цветные осевые, там, не знаю, сборочные винты, клипса цельнофрезерованная, даже, собственно, сухарик привинтен на такой вот анодированный синий цвет винт. Мне кажется, что за свои деньги это очень хороший такой рабочий, малыш, в общем-то, для тех, кому нужен не агрессивный, функциональный нож из премиальных материалов, который будет радовать, ну, я гарантирую, десятилетиями, то есть ничего не сделается, это фактически вечная вещь. Очень даже интересно. Если кто-то не попытается закрутить его в гвоздь. А чего, сделать по-понятному апрессивный мед. Ну, и, собственно, да, это было хорошее предложение, мы говорим вам... До свидания. Легкого реза. Пока, новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok